30 участков дорог общей протяженностью более 15 километров отремонтируют в республиканской столице в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также в Черкесске идет масштабная реконструкция Центрального парка. Обо всем этом подробнее расскажет Корча Биджиев. В текущем году планируется проведение ремонта на 30 участках. Это около 15 километров автомобильных дорог. На данный момент работы закончены на пяти из них. Одновременно ведется активная реконструкция на четырех объектов. В наступающем году планируется отремонтировать больше 18 километров дорог. При этом предусмотрена установка тротуаров, дорожных знаков и нанесение отметки с использованием термопластика. Увеличились парковочные места. Так, по улице Комсомольской на парковку отдано около 600 квадратных метров. Мы находимся на улице Комсомольская, где уже проводятся работы по фрезерованию. Окончены работы по укладке нового бордюрного камня. Планируем окончить все работы по ремонту автомобильных дорог до конца ноября месяца текущего года. Все 30 участков дорог будут отремонтированы, приведены в соответствии с нормативами. В настоящий момент строители приступили к демонтажу старого фонтана, расположенного в Центральном парке. Сам проектор и конструкции представляют собой современный светомузыкальный фонтан. Будут заменены дорожки на плиточные покрытия. Установлены новые лавочки, урны и уличные фонари. И восстановлена зеленая зона. Процесс сложный и трудоемкий. После завершения всех технических работ будут выполнены косметические. Все это планируется завершить весной 2022 года. И новый музыкальный фонтан будет радовать жителей и гостей столицы. В данный момент задействованы три единицы техники для демонтажа существующего фонтана. Затем будут производиться земляные работы. Также будут задействованы экскаваторы. Людей задействовано на объекте от 8 до 12 человек. Работы ведутся согласно контракту, согласно срокам. Также будет проведена реконструкция памятника, находящегося в Центральном парке Черкеска. Карча Биджиев, Роберт Жугутанов, Вести Карчаева, Черкесия.